Здравствуйте! В студии Елена Кузовкина. Это программа «День с толком», но в начале некоторые темы этого выпуска. В одном из ковидных госпиталей Барнаула открывают еще одно крыло реанимации. Репортаж из «Красной зоны». Отчего они защищают? Эксперты и горожане высказались в адрес новых остановочных павильонов. Покупая цветы, угодила в ловушку. Интернет-мошенники по-прежнему зарабатывают на доверчивости бурнаульсов. У 9 тысяч жителей Октябрьского и Центрального районов завтра вновь отключат горячую воду и отопление. С 9 утра и до 8 вечера коммунальщики будут вести работы на сетях. Под отключение попадут 70 многоквартирных и 41 частный дом. Также одна школа, детский сад, 4 вуза, 32 административных здания и не только. Глава города Вячеслав Франк сегодня провел рабочее совещание, заявив, что все социальные объекты, которые попадают под отключение, на особом контроле. В частности, городская больница номер один и второй роддом. К слову, по прогнозам синоптиков, с завтрашнего дня ожидается небольшое потепление, поэтому ресурсовики надеются, что температура в домах бурнаульцев упадет незначительно. Лучше эти повреждения в стране сейчас, чем они начнут прогрессировать. И, как всегда, стрельнут самый неподходящий момент, когда на улице будут резко уже отрицательные температуры. И когда мало того, что без горячей воды, но уже и без отопления будут чувствовать. Когда при минус 20 начинаем работать, то там час-два и уже квартира начинает остывать. Сделаем сейчас, чтобы потом было у нас все более-менее спокойно. Очередная волна пандемии набирает обороты, а врачи не перестают повторять. Коронавирус берет верх, и возраст для него уже не помеха. Самые тяжелые отделения красных зон реанимации заполнены. Так, в ковидном госпитале 12-й горбольницы Барнаула готовят к открытию еще одно крыло реанимации. После долгого перерыва мои коллеги вновь отправились в красную зону. Исходно здоровых, без коморбиды, то есть без сопутствующей патологии, их очень мало. В реанимацию красной зоны попадают вне зависимости от возраста. Самому молодому пациенту здесь было 18. Сыграл роль отягченный анамнез, что уж говорить и пожилых. Диабет, ожирение, гипертония – самые опасные в сочетании с ковидом болезни. Больно где-то? Нет. А сейчас? Сейчас все хорошо? Есть антибиотик, цифрекцион. В начальном лечении начается антибиотик, делается проба предварительно и смотрится динамика. В госпитале 12-й горбольницы 32 койки, все они заняты. Ситуацию сравнивать с прошлой осенью с большой разницей. Ковид течет тяжелее и быстрее. От самого заболевания до реанимации может пройти всего неделя. Да, Валентина Ивановна, у нас лежит Диабетри Великого. Общаться с родственниками пациентов едва ли не сложнее, чем лечение самих больных, говорят за этим постом. Работа с документацией еще. Могу пойти осмотреть, на консультацию сходить и подменить основного врача. Как видите, у нас немножко нехватка к кадру состава. Врачу 24 за счет молодости признает, режим работы кажется нормальным. У меня уже за 60. Вот. Ну, понимаете, вы говорите, в основном работает молодежь. Молодежь. То есть, вы говорите все-таки? До пандемии Сергей Глазунов заведовал общей реанимацией, а потом перебросили сюда. В августе это отделение перепрофилировали под ковидную реанимацию, запускают частями. Та половина пока функционирует, это половина готова к приему больных. Только ожидаем поступления дыхательной аппаратуры, ну и, конечно, персонала. Плюс 9 мест. Переполненность реанимации повсеместна. Так в Бийске коек для тяжелых больных уже не хватает. Новое лицо новой волны. Привыкнуть можно к обстановке, к этим костюмам, к СИЗам. Можно привыкнуть уже к очкам, чего-то там не хватает, или к щиткам. То есть, это уже как получается, как уже образ жизни, что ли, и так далее. Чего-то уже не хватает. И нельзя привыкнуть к мукам человека. А тем временем с каждым днем в край растет и число заболевающих коронавирусом, и число умерших. Власти региона пока не реагируют на возможности новых ограничений. В то время как соседний Новосибирск скоро вводят QR-коды для посещения массовых мероприятий. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Ну, а теперь немного статистики. За последние сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 30 человек. Причем этот антирекорд за весь период пандемии держится уже два дня подряд. В Минздраве столь высокую смертность связывают со снижением темпов вакцинации. При этом все основные виды антиковидных прививок в крае есть. Врачи говорят, не хватает лишь желающих их поставить. В нашем видеосюжете мы вновь выяснили, чем можно привиться в регионе, насколько это безопасно и доступно. На сегодняшний день в Алтайском крае доступны сразу несколько видов вакцин от коронавируса. Спутник Ви, спутник Лайты, пивак Корона и Ковивак. Каждая из них обладает иммуногенными свойствами, то есть вызывает иммунный ответ. При этом все они практически лишены побочных эффектов. Самое серьезное, самое, наверное, очень серьезное явление, которое может возникнуть при применении любого лекарственного препарата – это анафилактический шок. За 30 лет последние в Алтайском крае ни одного случая анафилактического шока после применения любых вакцинных препаратов не возникло. Стационарные пункты вакцинации продолжают работать в прежнем количестве и не меняя режима. Так поставить прививку можно в любом лицензированном кабинете, а самый крупный антиковидный пункт по-прежнему располагается в торговом центре «Геомаркет». Что касается передвижных, то узнать об их расположении можно на сайте Минздрава края. Однако, несмотря на доступность, прививок темпы вакцинации значительно сократились. В тот сезон, когда поступила вакцина, когда люди были напуганы, когда были какие-то ограничения по въезду в иные страны, в какие-то города, ограничения посещения каких-то общественных мест, мы прививали 11-12 тысяч в день. А сейчас мы это сделали за последнюю неделю, за всю. Именно это является одной из причин резкого роста числа заболевших и умерших, уверена эпидемиолог. Стимулировать темпы вакцинации, говорит Ирина Переладова, нужно с помощью поощрительных мер. А штрафы за отказ, активно обсуждаемые в последнее время, могут привести лишь к обратному эффекту. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком. К другим темам. Управляющего делами губернатора Алтайского края Андрея Степанова заключили под стражу на два месяца. Такую меру пресечения избрал Центральный районный суд в отношении чиновника, которого обвиняют в злоупотреблении и в превышении должностных полномочий. Напомним, Степанова задержали 12 октября в его доме. По данным Краевого управления ФСБ, причиной задержания стало дело пятилетней давности, когда Степанов еще не занимал должность управделами. В 2016 году управление предложило построить гараж-стоянку для нужд правительства. Был заключен госконтракт на 80 миллионов рублей. Позже, когда Степанов уже был на должности, затраты решили снизить. Проект на сметную документацию скорректировали, однако экспертиза дала ей отрицательную оценку. Подрядная организация к тому моменту уже выполнила часть работ, но оплату за них не получила и отправилась в суд. В результате Степанов, чтобы скрыть срыв госконтракта, распорядился предоставить за счет бюджетных средств субсидию в 19 миллионов рублей для оплаты исковых требований подрядчика. Сейчас в отношении чиновника ведутся оперативные мероприятия, а расследование уголовного дела продолжается. Число интернет-мошенников в России выросло, по данным МВД, в сравнении с прошлым годом на 52%. В лидерах мошенничества с участием банковских карт, мобильной связи, интернета. Ну а многие люди вовсе не подозревают, что, совершая покупки, попадаются на уловки недобросовестных продавцов. В ловушку угодила и героиня нашего сюжета. Можно ли было избежать потери средств и реально ли их вернуть, расскажет Анастасия Болотина. Кристина регулярно делает заказы в интернете. Одна из площадок для покупок – Инстаграм, популярность которого среди бизнесменов и обычных людей только растет. Одежда, обувь, подарки, цветы. Можно заказать товары по желанию. Достаточно написать в Директ, перевести деньги на карту продавцу и готово. Быстро и удобно. Правда, не всегда надежно. Моя подруга живет в другом городе. И на ее день рождения я решила заказать букет с доставкой в Инстаграме. Вбила в поиск цветы СПБ и начала искать. Перешла на самый первый аккаунт. Оплатила. Оплатила заказ. Правда, в Сбербанке мне выскочило предупреждение. А на следующий день меня заблокировали. Полицейские на наш вопрос, как часто людей обманывают в интернете, сообщили, что заявления, связанные с дистанционным мошенничеством, поступают каждый день. Практически во всех случаях возбуждаются уголовные дела. И если удается, преступников задерживают и предпринимают меры для возмещения ущерба потерпевшего. Необходимо изучить страницу либо ресурс продавца, предлагаемый, которым вы собираетесь воспользоваться. Убедиться в том, что это не страница-однодневка. С каждым годом мошенники все лучше маскируются. И отличить их от добросовестных продавцов становится сложнее. Но сделать это можно. Эксперты в первую очередь рекомендуют обращать внимание на наличие фото с логотипом бренда, сайт магазина, адрес, где можно забрать товар. И главное, на описание и контент, уникальность которого можно проверить через Яндекс или Гугл-картинки. Рекомендуют сохранять переписки, а при отсутствии сайта запросить карточку продавца. И, конечно же, изучить отзывы. Но и здесь оказывается не все так просто. На сегодняшний день существует услуга, когда продавец заказывает видеоотзывы, так скажем. И люди за определенную сумму денег записывают эти видеоотзывы, не видя товар. Либо продавец просто-напросто отсылает им этот бесплатный товар, чтобы они записали видеоотзыв. Но в последующем он и этим товаром не пользуется. Мы решили провести эксперимент и сами написали в цветочный аккаунт, куда обращалась наша героиня. Ответ пришел с другого, московского. Питерский, оказывается, уже не работает. Как нам пояснили, появились ограничения. К тому же с нас потребовали стопроцентную предоплату. А после нашей просьбы самим забрать букет, отвечать перестали. Ну а наша героиня Кристина намерена все же обратиться в полицию в надежде вернуть свои деньги и наказать мошенников. Но даже полицейские признают, о деньгах, перечисленные мошенникам в интернете, часто приходится просто забыть. Ну, надеюсь, в следующий раз буду умнее заказывать на проверенных сайтах, а не в Инстаграме. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов. День с толком. Мы продолжаем следить за судебным процессом по делу о драке на Старом Базаре. Смертельная потасовка произошла в июле прошлого года. В ней погиб Бурнаулец Павел Рохлов. Удар ему нанес Михаил Старцев, который сейчас находится на скамье подсудимых. Заседание, как и прежде, проходило без камер, поэтому мы имели возможность лишь присутствовать в зале. Сегодня сторона защиты представила своего свидетеля. Уточни мне в рамках уголовного дела. На заседание пришел титулованный боксер Вячеслав Шипунов, уроженец Бийска, 15 лет выступает в сборной России по боксу. Со Старцевым не знакомо. Дело в том, что с самого начала этой истории подсудимого Михаила Старцева нарекли боксером. Однако Федерации бокса Алтайского края уточняли, что Старцев хоть и занимался боксом на протяжении 5 лет, однако уже более 20 лет он не имеет к нему никакого отношения и профессиональным боксером Старцев в принципе никогда не был. Такого же мнения придерживается и приглашенный на сегодняшнее заседание Вячеслав Шипунов. Он также оценил роковой удар Старцева как непрофессиональный. Кстати, в сентябре сторона защиты также привлекала в суд медэксперта из Красноярска, который считает, что Павел Рохлов умер не от удара, а от кровоизлияния, которое наступило за несколько часов до драки и проявило себя, когда Рохлов начал делать резкие движения. Так или иначе, во всем предстоит разбираться суду. Не все парнаулицы положительно оценили новые остановочные павильоны на улицах города. По их мнению, они не защищают ни от ветра, ни от дождя, ни от снега, ну и в целом не подходят для Сибири. Что по этому поводу думают эксперты и ждать ли других, более подходящих для местного климата павильонов, узнавали наши коллеги. Стены стеклянные для того, чтобы не создавать визуальное загромождение улицы. То есть, потому что если здесь будет стоять вот такая будка или сарай, это, конечно, будет негативно сказаться на восприятии улицы и города. Современные и без приклеенных реклам. Новые остановки на Змеиногорском тракте, хотя и отличаются от прежних, получили неоднозначную оценку барнаульцев. Сырли соответствуют современному индустриальному обществу. Здесь нет а-ля РУС, но и нет этого самого шедевров. Эстетичная форма, стекло хорошо, видно все, автобус можно увидеть, транспорт. Ну и вообще, в принципе, нет возможности за закрытыми стенами хулиганить. Бесполезная остановка, что она есть, что ее нет. Она от ветра не защищает, только может быть, если от солнца. Сейчас не лето, чтобы от солнца защищать. Не защитит эта крыша от дождя, а зимой и от снега продолжают горожане. На некоторых павильонах нет и боковых стенок, так что от ветра точно не спрячешься. Но последнему замечанию есть свое объяснение. Ширина тротуара не всегда позволяет установить эти самые стены, говорит архитектор Александр Деринг. Но опять же, мы же не должны рассчитывать остановки на то, что люди здесь будут по часу ждать. Вообще-то это не проблема остановок, это проблема в другом, в том, как организован транспорт. А с этой точки зрения, своей функции остановка выполняет. Зато есть претензия к качеству павильона. Вот, например, спустя несколько месяцев эксплуатации название остановки облезло. Есть и другие, более значимые замечания. Мы стремимся к так называемому смарт-сити, к умным городам. То есть, когда вот эта цифровая составляющая, она очень важная, она информационная. Поэтому здесь на остановках бывает зарядка гаджетов каких-то. Это, конечно, информация о текущем транспорте обязательно. Новые остановочные павильоны установили в ходе ремонта дороги на Измейногорском тракте по дорожному нацпроекту. Им же предусмотрено благоустройство территории. Правда, остановка появилась, а информационные таблички о времени движения транспорта нет. В мэрии пояснили, что это связано с работой властей над изменением маршрутной сети общественного транспорта. После обещают вернуться и устранить пробел. А пока эти современные, казалось бы, комфортные остановки ждет испытание зимой. Посмотрим, насколько они смогут защитить наших гаражан от пронизывающего ветра и снегопадов. Анна Рашегирова, Андрей Печоркин. День с толком. К концу этой недели в Барнауле завершат реконструкцию моста на улице Челюскинцев. Напомним, ремонт там начался 1 февраля. Подрядчик уже выполнил все основные работы. Сейчас на объекте укладывают тактильную плитку и устанавливают дорожные знаки. Рабочим пришлось сносить старое сооружение, переносить коммуникации. На все это было выделено почти 88 миллионов рублей. После реконструкции участвовали требования безопасности. То есть на старом мосту были разрушены бетонные конструкции. Они уже не несли нагрузки. В любой момент могло произойти разрушение несущих конструкций. Также увеличилась ширина тротуаров для пешеходов. И также немного увеличилась проезжая часть. Было 8 метров, стало 9 метров. Несмотря на то, что уже к концу этой недели объект будет готов, движение по мосту запустят лишь через несколько недель. Это время необходимо, чтобы госинспекция провела проверку и выдала положительное заключение. Добавим, что мост, по мнению подрядчика, должен прослужить более 50 лет. К новостям культуры. Реализм, печатная графика и стрит-арт. В галерее Республика ИЗО продолжает работу выставка молодых художников «Собрание 9». Чем она любопытна, узнаете далее. Кто я в этом мире? Строительный мусор, бездумный поклонник моды или, может быть, власть имеющий? Участники этой выставки – художники, которые продолжают искать себя. Собственно, для таких почти 10 лет назад и придумали собрание. Это дает возможность художнику не обращать внимания на мнение других. Понять, что он делает, зачем он делает и как ему развиваться, если ему это интересно. За разнообразие стилей, техник и жанров все выставки собрания, и эту в том числе, называют винегретом. Здесь на это не обижаются, напротив, считают комплиментом. Вот такие мы, разные, говорят художники. Юрий Гребенщиков – постоянный участник собрания. На прошлой выставке он предоставил серию работ, на которых изобразил атмосферу, царящую в общественном транспорте. На этот раз в поле зрения художника – магазины. Прежде всего, это образы людей, какие-то ситуации, как они воспринимаются глазами, допустим, зрителей. Покупателей, да, совершенно верно. Или какими-то моими глазами. Ну и, конечно же, куда без всяких различных забавных ситуаций и абсолютно забавных, но узнаваемых в то же время персонажей. Участие в подобных экспозициях для многих авторов – не просто возможность показать себя. Это шанс здесь же организовать персональную выставку, если твое творчество будет особо отмечено комиссаром галереи. Хотя его вкусы не всегда совпадают со вкусами зрителей. Успевайте выбрать своих фаворитов. Девятое собрание работает до конца октября. Анастасия Болотина, Вадим Быстревский. День с толком. На базе училища Олимпийского резерва состоялось награждение по итогу спортивного сезона. Награды нашли своих героев, которые приложили руку к организации крупных турниров на территории Алтайского края. На территории края те спортивные мероприятия, о которых мы сейчас будем говорить, за которыми будем получать награды, они проходили в новых условиях, в условиях ограничений. Вот этих ненужных, надоевших, но на данный момент необходимых коронавирус. И тем не менее нам удалось провести высокого уровня соревнований. За год в регионе прошло несколько крупных соревнований, причем не только российского, но и международного уровня. Как пример первенства России по боксу, этап Кубка мира по огребле на байдарках Каноэ, в котором участие приняли спортсмены 57 стран. Прошел и один из этапов международных гонок ралли «Шелковый путь». Я когда устраивался сюда, безусловно, моей главной задачей было что-то полезное сделать для общества, для, в принципе, для края в области спорта. Ну вот, поработав год, получив благодарность к губернатору, я считаю, что получается, пока удается. Министр спорта Алтайского края Алексей Перфилев отметил, что наш регион в ближайшие годы планирует принять чемпионат мира или Европы по огребле на байдарках Каноэ. Заявка уже подана в Международную федерацию гребли. В планах также организация чемпионатов России или Европы по боксу. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только на телеканале, но и в социальных сетях и на YouTube. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...